Добрый день, компания Yuxin обновила свою популярную магнитную трешку Little Magic и выпустила вторую версию Little Magic V2M, хотя на коробочке именно слов Little Magic нигде нет, но есть зато V2 Возможно по-китайски как раз маленькая магия и написана, не знаю, китайским не владею Здесь показана техническая информация, до трех лет не играть, сделано в Китае QR-коды, строение, давайте открывать Нас встречает инструкция, микроскопическая, бесполезная Кубик, ключик, подставка и очередная картонная пустая штука, в которой ничего нет Я думаю, вы мне поверьте, она пустая Уже доставал, и в пирамидке Penrose, которая, и в Megaminx, такие штуки есть Для увеличения объема, видимо их делают, возможно это добавляет презентабельность Если б туда клали хотя бы что-то внутрь, было бы интересней У меня здесь, для сравнения, стоят еще четыре коробочки от современных 3х3 И можно видеть, что коробка по размеру такая же, как у RS3M Это помогли в которой, даже чуть больше Но у RS3M, я уверен, здесь коробочка с аксессуарами, в которой что-то лежит Здесь же пусто, МП от ЧИ, Дианшенг Solar System и МС Куб Это три кубика 3х3, которые я даже не распаковывал И именно их я буду тестировать следующими Да, и очередной будет RS3M Не чаще, чем раз в две недели будем их обозревать Ну и вернемся к нашей трешечке Вот у нас первая версия, визуально отличий особо нет Да, все такое же на вид Логотип также наклеен Если мы вспомним про Megaminx, здесь логотип напечатан Это хорошо Что изменилось? Ну, изменилось строение Посмотрим детально И появился вот такой вот ключик Он для регулировки Давайте одну сборочку сделаем и начнем разбирать Я по своему обычаю открутил 1000 сборок Для того, чтобы протестировать эту головоломку Ну, скажу, что кубик неудивительный Он же все-таки бюджетный А я в последнее время вращал MS3 V1 Который и открутил на нем больше 3500 сборок Практически подряд И поэтому впечатления у меня были на базе хорошего кубика Да, топовому кубу MS3 V1 Этот кубик, естественно, уступает Он же бюджетный, очень дешевый Напомню, что на момент до того, как эти кубики ко мне все приехали Было два хороших топовых 3х3 магнитных Это Yuxin Little Magic версия первая магнитная И Mi-Long 3M Именно их я всегда рекомендовал Они также остаются актуальными и по сей день Но в связи с выходом новых таких кубиков Которые в основном-то подороже будут Может быть что-то поменяется Но об этом мы узнаем позже Если мы вращаем версию 2 И версию 1 Мы слышим некую разницу во звуке Возможно это из-за настройки А может быть и нет Вот так они звучат Цвета идентичные Но что можно еще заметить Вот версия 2 Центры стали кругленькими, как у ганов А здесь же более квадратными Соберем оба и посмотрим, как же отличаются детальки Как я уже сказал, кубик меня не впечатлил Но это скорее всего Именно из-за того, что я вращал перед ним Исключительно топовые модели Там и Tornado V2 был И Dayan Junchi Pro M Вот чуть погромче, мне кажется Кубик первой версии Не то делая И первая версия Вот в той настройке, что есть А она из коробки не менялась Мне кажется, что он более жесткий Более жесткий И этим он мне как-то и нравился Может быть чуть-чуть лакапит Но на нем я отличную тысячу отсобирал И был доволен Версия 2 Конечно, зашла неплохо Среднее время примерно такое же Как и на топовых моделях Но все время мне казалось, что чего-то не хватает Давайте разберем, наверное Сравним строение Помимо того, что центры на второй версии круглые А здесь более квадратные Мы видим значительные отличия Ну, если у первой версии Кое-где был праймер-пластик неокрашенный То у второй его особо незаметно Ну и рисунок вот этих рельсов стал другой Крестовина более темная стала Вторая версия Первая версия Мы видим, что само ребро стало более квадратным То есть рельефные рельсы ушли Здесь какая-то такая квадратная решеточка Типа сот гановских Ножка стала более развитой Ушел неокрашенный пластик То есть строение абсолютно другое Насколько я знаю В кубике РС-3М 2020 и 2021 Одинаковое строение Только заменили пружиной на магниты Здесь же все не так Все сильно переработано Угл тоже более квадратный Ножка массивнее Она теперь цветная Была из неокрашенного пластика Пять сеточка Вместо рельсов привычных Совершенно другой куб Хоть и внешне похож Понятно, что одинаковое название И циферки версии Это только маркетинг И он, наверное, удачный Ну, опять вернемся к коробочке Здесь нигде не написано Little Magic Ну и другого английского названия Тоже нет Поэтому я продолжу называть Что это Little Magic 2 версия Если кто владеет китайским Меня поправьте Возможно название другое Ну давайте главное различие Проверим Открываем крышечки У первой версии Тут обычный болтик Открываем крышечку У второй версии И это не получается Сделать и без инструмента Берем отвертку Поддеваем Первый раз очень плотно Выходили крышки И еле-еле открылись Видим, насколько разные Крышечки центров Первая версия Вторая версия Здесь такие 4 штряка Они очень тяжело входят В пазы И вот Строение Самих центров Первая Вторая версия Кстати, вот если так близко смотреть Оттенки белого Все-таки разные Давайте проверим и остальные Зеленые более-менее похожи Желтый какой-то более насыщенный Оранжевый потемнее Синий Ну, либо одинаковый Либо чуть-чуть посветлее Светлее, наверное, все-таки Вот это вторая версия Красный потемнее Да, цвета все же отличаются Ну и вот Главное отличие Появилась гаечка Как на кубиках отмою И можно сказать сразу Что эта система Хоть и похожа Но все-таки выполнена Лучше Чем на кубиках мою А лучше Она хотя бы тем Что здесь Хоть и мало заметны Но есть цифры И не нужно каждый раз Прощелкивать полный круг Чтобы понять В каком положении Стоит гаечка Ключик Сейчас у меня положение Стоит на цифрике 6 Вряд ли вам это видно Вот по этому выступу Можно ориентироваться Здесь цифра 6 Изначально Из коробки Была цифра 7 Мне кубик Казался чересчур Сильно лакопищем Поэтому я Прокрутил Вот таким образом Против часовой стрелки И поставил на 5 Покрутил Сборок 200 И чуть добавил До 6 Чем больше цифра Тем сильнее Натяжение А если мы прокручиваем Полный круг Сбрасывается Ну и я остановился На цифре 6 Можно считать щелчки А можно смотреть На цифры Да и всегда Можно чисто Визуально Определить На какой стороне Какая цифра И не надо Прощелкивать все Почему Не доделают Так же На кубиках Отмою Не знаю Возможно В новых версиях Что-то поменялось Я перестал покупать ВРМ Вот только Купил Моглев РС3М И то Сомневаюсь Что там Что-то появилось Если я не прав Поправьте Но скоро Я его сам Распакую И узнаю В итоге Это главное Отличие Кубика Второй версии От первой То что Теперь Можно дискретно Настраивать Здесь 12 Значений Как можно Настроить Эту гаечку Можно перепробовать Все Изначально Как я уже говорил На семерке В большую сторону Мы прокручиваем Против часовой стрелки Я остановился На цифре 5 У кого какие предпочтения Пишите Но Что стоит отметить Здесь остается Возможность Крутить болтик И это Как-то Наверное Все-таки Атавизм От этого Надо уходить Но кому-то Нравится Настраивать Именно Болтиками Хотя Если я сейчас Хотя бы Один оборот Сделаю На одной грани Вся Чуткость Тонкость И изящество Вот этой Дискретной 12 ступенчатой С тем настроек Пойдет Коту под хвост Так как уже Грани будут Натянуты По разному И ориентироваться По цифрам Будет уже Бессмысленно Ну Можно будет Щелчками Что-то регулировать Ну Это мое Субъективное мнение А так Инновации Они не сильно Сделали Кубик Дороже Он остается В ультрабюджетной Категории Да Магнитные Бюджетные Кубики Закрываем Крышечку Делаем Финальную Сборку Какие в итоге У меня остались Впечатления Мне Большую часть Этой тысячи Сборок Все время Чего-то В кубике Не хватало Я пробовал Разные Настройки У меня Вот 7 6 5 Пробовал Разные Смазки И в итоге Сделав Пару дней Перерыва Пока у меня Более интересные Головинки Приходили Не в ЦА Я потом Вернулся Докрутил Еще 200 Сборок И в итоге Это вполне Комфортный Удобный Кубик Который Возможно Не самый Идеальный Из всех Имеет Свои Особенности Но Если его Рассматривать Как первый Куб Магнитный То он Все-таки Отличный Это Еще один Вариант Для начального Магнитного Кубика Мои результаты На нем Примерно Такие Как на Топовых Моделях То есть И можно Собирать За 5 Секунд За 6 За 10 Как угодно Я просто Быстрее 15 16 Не умею По обычу Я записывал Финальные 50 сборок На камеру И Ну Чтобы из них Вырезать Пару удачных Но Что-то Такая серия Была Крайне Грустная Удачных Сборок Было Мало Даже За 30 Секунд Там С ошибкой Было И ДНФ Случился Так что Хороших Сборок Почти Не было Парочку Я вставлю За 13 Секунд В конец Но Если кому-то Хочется Посмотреть их Все Без монтажа Без вырезок Без всего Я их На Яндекс Дзен Залью Ссылочку В описании Оставлю Там клон Канала Есть Возможно Кому-то Будет интересно Можете написать Все что думаете А так Там Все то же Самое Только Иногда Какие-то Сборки На скорости Выкладываю Которые На этот канал Выкладывать Не хочу В общем Кубик Покупать Можно Не скажу Что он Сильно Превосходит Первую версию Да В нем Появилась Такая Более-менее Удобная Система Настройки Лучше Чем В кубах Отмою Бюджетно Дешевый Магнитный Кубик Который Можно Аккуратно Настраивать Что еще Нужно Неплохой Вариант Для старта Если Для вас Скоростная Сборка Не в самом Большом Приоритете То вам Хватит его И насовсем Да даже Если вы Собираете Быстро И не желаете Тратить Много Денег На 3х3 То и Можно Собирать До уровня Мирового Рекорда Вполне Неплохой Кубик А на этом У меня Все Всем Спасибо Всем Пока Субтитры Субтитры Вторая Версия Первая Версия 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 Версия